Метаболы. Метаболы это такая простая вещь, которая работает очень быстро и не требует больших вычистительных мощностей от компьютера, которые делают такие математические формы. Сейчас покажу как их сделать. Во вкладке Mesh есть три нода стандартных для построения метаболов. Первый работает так. У него на входе точки и плоскость, которая по умолчанию X, Y и точка, откуда начинает строиться линиями того. В первом входе точки, центры. В центре этих вот кругов, которые так плавно соединяются. Допустим, какие-то случайные точки сюда поставлю. В вход X надо просто одну точку и не одну, по которой будет начинаться строиться линия. Теперь эту точку можем двигать и у нас это вот перестраивается. Но из этих точек тоже несколько, то понятно, этих линий будет тоже много. Первый нод метаболов используется очень редко, но возможно вам когда-нибудь такой способ построения пригодится. Второй, который метабол 1.0 называется. Он работает так. У него на входе точки, центры этих пузырей. Еще есть вход трэш-холд, который нужно, чем меньше число вставлено, тем больше будет радиус этих курочков. Вот так слайдами задавать это число неудобно, поэтому лучше сделать и поделить на единицу, поделить на какое-то число, допустим до 1000. И этот получившийся результат вставляем в трэш-холд. И когда мы уменьшаем число, радиус становится меньше, уменьшим становится больше. Но самый удобный и применимый нод по сравнению метаболов это метабол кастом. Самое главное преимущество то, что в нем диаметр каждого этого пузыря может быть разным. У него входы опять точки, по которым строятся. Давайте их сразу же сделаем случайным полем точек, зададим ему пограничения. Какой-нибудь такой, сделаем их там не 100, а 10. И теперь для каждого из этих точек можно задать свою силу, от которой зависит радиус получившегося этого пузыря. И тут главное надо знать то, что сколько у нас точек, столько сюда должно зайти сил. Если сюда ставить какое-то одно число, он не будет работать, потому что и должно быть столько же. Допустим у нас здесь 10, 10 чисел должно быть тоже 10. Как можно сделать 10 чисел, например, с помощью кроликов? Это нод, дупликаидата. Он повторяет какой-то любой тип данных в заданное количество раз. Допустим, сейчас он повторит там 10 раз. У нас теперь 10 одинаковых чисел. Теперь он там будет построиться. Сюда можем побольше числа теперь вставить. И вот так вот, дуплика пока, они все одинаковые. Чтобы их сделать разными, можно, например, сделать рандом, которым тоже задается количество случайных чисел, пускай их будет 10. И теперь он тоже будет строиться, но тут еще в рандоме задается диапазон чисел, пускай там будет большое максимальное число. Вот теперь эти силы у этих точек, они случайны от 0 до 100. Ну а сейчас сделаем еще более тонко настраиваемый способ. Это вот джентпул, который используется для галаполоса. Сейчас мы его будем использовать просто как слайдер. В его настройках можно изменить количество этих слайдеров. Ну сейчас 10, пускай остается 10. Сюда вставляем, и теперь можем диаметр каждого регулировать вручную. Каким способом вы получите эти силы, неважно. Можете поставить там окружности, у них измерять диаметр. Или сюда вставлять в силу. Главное понять принцип, что сила должна быть столько, сколько точек. И еще надо понимать, что вот эти силы, это не диаметр в метрах. Эта сила своя абстрактно неназванная. Единица измерения. Поэтому если хотите точный диаметр делать, надо будет подгонять. Теперь дальше, как из этого сделать какую-то форму. Вообще здесь третий вход у этого метабола и у других тоже. Это плоскости, на которых он строится. Метабол. Сейчас я сделаю так, чтобы показывали столько линий. Потому что когда этот надключен, он отображает еще плоскость, которая мешает сгораживать. Вот пусть так будет. И теперь сюда в плоскости можно задать не одну, а несколько. Для этого используем... Сделаем вертикальный отрезок по вектору из этого, но и так здесь, по умолчанию заданным. Сначала он в любой точке, вообще не важно. Потом этот отрезок поделим на преподикулярные плоскости. У этих там сколько-то создалось. Отрезок можно длинуть сделать побольше. Вот, чтобы эти плоскости будут выглядеть дальше, ну, по-другому. Теперь эти плоскости вставляем сюда. У нас для каждой плоскости строится линия метабола. И чем дальше от точки, а точки у нас на полу лежат, чем дальше от точки, тем меньше силы из-за точки. Поэтому у нас получается метабол пространственный, хотя и с сечением. Теперь можно здесь изменять длину этого отрезка, по которому строится плоскость. Можно изменить его направление. Например, другой вектор поставить. Например, Y. Тогда он будет строиться по этой оси. Здесь можно количество плоскостей. Сейчас этот отрезок очень длинный, и на нем 100 плоскостей. Не 100, а 10. Можно сделать 100. Здесь было больше. Пусть плоскость теперь строится так. Ну, пускай у нас будет по оси Z, как по умолчанию. У нас будет сечение горизонтальное. Регулируем количество плоскости. Пусть плоскости и длинного отрезка. Можно обертие будет метабол. Если этот принцип понять, то можно много чего из них слепить. Ну и они работают очень быстро. Если изменить радиус, точнее силы этих точек, он очень быстро перестраивается. И теперь здесь такая же проблема для дальнейшей обработки, как и в случае с полями. То, что здесь получается поли-линия. А не плоскости кривые. Здесь вы видите, вот у нас написано поли-линия. Если посмотреть, сколько уголового количества точек они состоят, то увидим, что огромное количество точек. Поэтому, если попытаться по этим течениям построить поверхности, то он у нас довольно долго их будет строить. Надо опять оптимизировать вычисления. Опять так же, как в случае с полями, превратить их в гладкие кривые. Для этого, в случае с полями, мы просто делили на точки. Но здесь это не подойдет, потому что получатся эти кривые довольно дурацкие. Потому что каждое сечение метабола разной длины. Поэтому нужно использовать не такую нотку, которую просто не надо, а какое-то количество точек делит. А вот этот Девайт Ленд, который делит кривую на точки через заданный шаг с определенной длиной. Сделаем тут через метр. У нас будет столько точек. Сделаем через 10, их будет меньше. Пускай они будут где-то так, через 2-3 метра. Теперь по этим точкам можно построить кривые. Это все скрыть. Ну, кривые, естественно, не замкнутые. Потому что здесь надо задать еще. То, что они периодически, периодически, теперь не замкнутые. А нот построения кривых у нас красные, где ругается из-за того, что при построении метаболов возникли пустые ветри. Видите? А, они возникли из-за того, что у нас некоторые плоскости. Они далеко находятся. И для них вообще метаболов не построилось. Так что, то, что она ругается, это не страшно. Можно, если раздражает красный цвет, удалить пустые ветви. Так, в деревьях есть пила, которая чистит дерево. Здесь нужно задать еще тру, там, где удаляются пустые ветви. Делаем здесь тру. Он теперь удалит пустые ветви, очистит дерево. И теперь у нас кривая не ругается. Хотя она и до этого работала. И по ней довольно быстро строятся поверхности. Теперь сделаем отображение сереньким. И прозрачным. И теперь еще дать применение меш для визуализации. Ну, для отображения. Если сделать меш и скрыть поверхности, у нас, видите, нету контуров. Потому что у меш нету контура, у меш есть только сетка. А если ее вскрыть, то у нас будут такие плавные, растворяющиеся в воздухе, полупрозрачные поверхности. И можно знать толщину, естественно, с помощью экструд. Только для меша они не будут экструд работать. Ну, и если даже будет, лучше все равно сначала экструд делать, а потом его превращать в меш по вектору Z. В общем, мы там, допустим, 20 сантиметров. Вот мы выдавили. Теперь то, что выдавали, превращаем меш, отскрываем. Она отображается довольно прикольно. Теперь здесь можно эти параметры менять. Только она сейчас уже не так резво работает. Потому что при каждом изменении параметров перестраивает и поверхность, и выдавливает, превращает в меш, это большие вычисления. Можно правой кнопкой рандомайз сделать на этом, на этом ноге джампул. Вот так можно легко стандартным средством микроскопер сделать метабола. Но это только сечение. Допустим, таким образом можно сделать какую-нибудь декоративную штуку и ее склеить из сечений и слоев. Либо можно из этого сделать перекрытие, таким образом моделируя архитектуру. То, что это этажи. Но если хотите сделать гладкую поверхность метабола, для этого нужно уже посторонние средства, которых нет в стандартных инструментах граскопера. А я пока рассказываю только о стандартных инструментах граскопера. Поэтому про 3D метабола потом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова